В эфире телеканала Винное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Масштабная реконструкция кровли проводится в нескольких домах по улице Детской. Текла вся, все квартиры протекшие на втором этаже. Наш дежурный по району проверил места незаконной расклейки рекламных объявлений. Это дополнительная работа, я считаю, для коммунальных служб. Ежемесячно мобильные медицинские бригады врачей ВРКБ проводят прием в амбулаториях муниципалитета. К нам приехали специалисты, такие как офтальмолог, невролог и ортопед-хирург. И прежде всего новости из Олимпийского Токио. Второй день подряд наши пловцы занимают места на первых ступеньках педестала. В командной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем российские спортсмены завоевали серебро. Отрадно, что из четырех пловцов двое. Евгений Рылов уже олимпийский чемпион. И Иван Гирев, он впервые участвует в Олимпийских играх в Витновчане. В составе российской команды также выступили Михаил Довгалюк и Мартин Малютин. Поздравляем спортсменов, а также главного тренера Андрея Шишина и директора центра «Дельфин» Гульнару Романадзе с этой победой. Масштабная реконструкция кровли проходит в настоящий момент у двух домов по улице Детская в Расторгуевской части города Видное. Одна из крыш уже готова и даже прошла испытание дождем. Другая пока в стадии подготовки к ремонту. Поэтому можно реально увидеть, какая огромная разница между старым и новым покрытиями. Что и сделал наш корреспондент Максим Козлов. Модный сегодня в интернете формат «Было стало», когда речь идет о ремонте. Здесь можно увидеть не на двух картинках, а на одной. В седьмом доме по Детской улице реконструкция кровли вот-вот начнется, а в соседнем восьмом жители уже почувствовали разницу со старой крышей. Текла вся, все квартиры протекшие на втором этаже. И длилось это вот, ну, наверное, лет 10 уже точно такое состояние. Локальный ремонт был, но он толку как бы нет. Этот год для домов юбилейный. Они построены в 1951 году, а ремонт крыши делали более 18 лет назад. В начале нынешнего лета здесь закипела работа, сейчас остались только мелкие нюансы. Выполнили работы по замене кровли. В эти работы входит замена стропильной системы, замена покрытия. И также ремонт чердачного помещения выполнен. Процент выполнения примерно 99%. Осталось там некоторые недочеты устранить и все. Завидев депутата Гаджимурата Гаджимурадова, жители идут к нему не только со словами благодарности, но и с очередными проблемами. У одной из сторон дома номер 8 разрушены отмостки. Муж замазывал, уже где-то отлетело вот это. Он куда-то два назад, вот видите, вот тут сохранилось, а там уже это размыло. И этот вопрос депутат берет на контроль. Как сам народный избранник отмечает, жители в этих домах активны, а значит и остальные проблемы удастся решить. Проблем хватает в этом доме, но решение такого вопроса, как крыша над головой, это, конечно, большой плюс в комфортной среде условия для проживания. Во время ремонта крыши подрядчик шел навстречу пожеланиям жителей в разных вопросах, в том числе и эстетических. Ведь для них важно было не только наличие новой кровли, но и ее внешний вид. Нюанс был такой, что вот отливы сделали блестящей, из оцинковки, и они как бы не смотрелись вообще с коричневой крышей. Ну вот они нам покрасили, все сделали как, сравняли с крышей, с металлической, вот все. Во дворах этих домов жители создали свой маленький трогательный мир, за которым с теплом ухаживают. И вот это неравнодушие к месту, где ты живешь, и помогает в конце концов решать возникающие вопросы. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сегодня мы часто встречаем на домах, заборах, остановках и столбах рекламные листовки. Подобная расклейка портит внешний облик города. Что грозит нерадивым рекламодателям и как разместить листовку правильно, разбирался наш дежурный по району. Аварийное вскрытие замков, подключение к интернету, сдается квартира. Эти фразы сегодня можно увидеть на каждом углу. Новые листовки клеятся на старые, позже их кто-то срывает. На память остаются белые пятна на столбах и стенах домов. Подобные объявления сегодня можно встретить не только во дворе. Они заполнили и главные улицы города. Всем известно, что подобная реклама незаконна, но почему-то она продолжает пестрить перед глазами. Реклама стала частью жизни современного человека. Мы видим ее на улице, в газетах, телевизоре, интернете. Поэтому важно, чтобы она была размещена в отведенном для этого месте. Иначе у проходящего мимо она вызовет лишь раздражение. Мне нравится, портит город, вообще некрасиво. И я считаю, что это вообще не нужно. Должны быть специальные места для этого. Ну и потом я считаю, что это вообще незаконно. Это дополнительная работа, я считаю, для коммунальных служб. Не совсем приятно на это смотреть. Я думаю, что все-таки есть поглобальнее проблемы и интересы, скажем так, что повесить и посмотреть. Однако правила размещения рекламы известны явно не всем. Прямо перед нашими глазами на информационный щит без всякого согласования клеится новый листок. Рекламу можно разместить вот на таком стенде. Тогда ее ламинируют и она не портится от непогоды. Однако за такое удовольствие изначально нужно заплатить. И в обход непредвиденных трат некоторые рекламодатели клеят объявления рядом. Либо же самые хитрые маскируют их сразу на доске. Бесплатно листовки можно разместить на доске объявлений. На коммерческих стендах такая расклейка не допускается. За соблюдением правил сегодня следит административная комиссия. Звоним, спрашиваем, где они находятся, с кем можно переговорить. И вызываются на комиссию для вынесения постановления назначения административного штрафа. То есть, если это физические лица, данными правонарушениями занимается административная комиссия. Если это юридические лица, то Госадомтехнадзор. Для физических лиц штраф составляет до 2,5 тысяч рублей. С юридических спросят больше, до 100 тысяч. Помочь в борьбе с листовками просто. Отправить фотографию объявления нерадивого рекламодателя на портал Добродел или обратиться в администрацию округа. Каждый месяц в амбулатории муниципалитета отправляются мобильные медицинские бригады ВРКБ. Так маленькие жители поселка Володарского на этой неделе смогли попасть на прием к неврологу, офтальмологу и ортопеду-хирургу. Екатерина Борисова расскажет больше. В амбулатории поселка Володарского многолюдно. Сегодня прием, кроме основных специалистов, ведут врачи мобильной бригады Видновской детской поликлиники. К нам приехали специалисты, такие как офтальмолог, невролог и ортопед-хирург. Сегодня они ведут прием в нашей амбулатории и записано около 30 детей. Большая часть маленьких пациентов пришла на диспансеризацию и плановый осмотр. Есть и те, кто оформляет медицинскую карту перед поступлением в учебное заведение. На приеме сегодня человек 15, наверное, уже прошло. Проводим осмотры определенных возрастов, детей, которым нужно специалистов пройти. И вот для этого выезжаем. Они в основном все здоровые. Но если мы что-то находим, диагнозы выставляем, рекомендации даем и приглашаем к себе в Видновых поликлинику. Ангелина Бугрова привела показать маленького Костю всем трем специалистам. В сентябре малыш впервые пойдет в детский сад. Для оформления карты необходимо пройти диспансеризацию. Это удобно, конечно, в любом случае. Но не всегда это оперативно бывает, информирует в последнее время. А так, конечно, это удобно в любом случае. После посещения травматолога-хирурга маленькие Костя с мамой отправляются в соседний кабинет к окулисту. Сбор анамнеза, осмотр и врач заключает. Малыш абсолютно здоров. Следующий визит в три года. В основном чаще здоровые дети. Есть какие-то патологии, в основном груднички. Малыши, мамы жалуются. Конъюнктивиты, докриоциститы и так далее, блефориты. То, что они могут сразу помощь получить экстренно здесь рядом, не приезжая в город Видное. На повторный прием таким деткам и их родителям, конечно, придется приехать в детскую поликлинику в Видное. Но начать лечение можно и нужно уже сейчас. Подобные выезды для удобства жителей округа Видновская районная клиническая больница проводит раз в месяц. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное.ТВ. Социальная ипотека для врачей – важный проект, по которому сотрудники медицинских учреждений могут получить возможность улучшить жилищные условия. Героиня нашего следующего сюжета, педиатр Видновской районной клинической больницы Людмила Кузьмина, стала счастливой обладательницей сертификата на льготное приобретение квартиры по программе губернатора Подмосковья. Людмила Кузьмина без труда поступила на педиатрическое отделение Мордовского государственного университета. После окончания учебного заведения более 10 лет проработала в местной участковой больнице. А с 2015 года Людмила Алексеевна ведет прием маленьких пациентов в Видновской поликлинике. Муж у меня тоже медик. Получилось так, что он нашел здесь работу с предоставлением служебного жилья. Двухкомнатная служебная квартира, где сейчас проживает Людмила Кузьмина с мужем и тремя детьми, стала уже тесновато. Поэтому решили принять участие в губернаторской программе на получение льготной ипотеки. Вот в этом году решилась подать документы. Все благополучно сложилось. Выдали сертификат. Почему я очень рада, конечно, потому что поможет приобрести изначально, скажем, заветное жилье по все-таки низкой стоимости сейчас для нас. Правительство, скажем, Московской области будет нам оплачивать основной долг, основной долг по ипотеке. Проценты будем оплачивать мы. Вот поэтому значительная сумма, конечно, по стоимости жилья, она будет для нас меньше. С выбором квартиры героиня нашего сюжета пока не определилась, но точно знает, что она должна быть поближе к месту работы. Собственная кухня, собственные комнаты для своих детей, потому что у меня их трое, они у меня студенты. Поэтому я считаю, что по площади будем рассчитывать на трехкомнатные квартиры, чтобы было больше пространства для наших детей. Помимо Людмилы Кузьмино, еще двое врачей из Ленинского городского округа стали обладателями сертификатов на приобретение льготного жилья. Напомним, что социальная ипотека стартовала по инициативе губернатора Московской области в 2016 году и продолжится до 2027 года. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Депутат Ленинского городского округа Владислав Рымша сделал подарок детскому саду «Ромашка». С дошкольным образовательным учреждением у народного избранника давняя дружба длиною более чем в 15 лет. Пару недель назад заведующая детским садом обратилась к Владиславу Рымше с просьбой приобрести промышленный холодильник. В связи с летними температурными рекордами имеющиеся обычные холодильники не справлялись, овощи и фрукты начали портиться. Проблема стояла остро, но у депутата удалось ее решить в короткие сроки. Огромное спасибо Владиславу Валерьевичу, просто огромное. Это человек большой души, бывают какие-то небольшие проблемы в детском саду, но он всегда, самое главное, вовремя помогает решать эти проблемы. А это очень важно для детского сада, потому что вовремя купить холодильник, пока жаркое время, это самое главное, а не получить его через два, через три месяца. Новый промышленный холодильник предназначен именно для хранения овощей и фруктов. Он поддерживает оптимальную температуру. Получается помогать не только у себя на округе, но и на округах своих коллег. Исторически так сложилось, еще раз повторяюсь, 15 лет мы с детским садиком взаимодействуем. Это не первая покупка, приобретение. На мой взгляд, это некое шефство над этим детским садиком мы взяли. Нам очень приятно, что мы делаем такие подарки, особенно коллективу этого детского сада. Мы еще и понимаем, что мы делаем для детей наших эти подарки, поэтому все на благо нашего молодого поколения. Заведующая детским садом поблагодарила депутата за подарок и надеется на дальнейшее внимание со стороны народного избранника. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.